мы тут с пацанами вас приветствуем в новом выпуске будет сегодня интересный выпуск потому что сделаем на тачке то он я вам покажу интересное место недалеко от подольска да правильно артем подметил сейчас еще прокатимся на газели отец попросил помочь ему переставить вот что он с ней займется своей машине будет его делать а мы сделаем то в сервисе единственное что у своего человека скуп съездим заберем запчасти но еще по мелочи будет много чего интересного погнали но выпуск так вот она уже заведенная стоит мне только осталось есть за руль пойдем пацаны сто лет не трогался на палки на механике но посмотрим как это у меня сейчас получится смогу ли я с первого раза фух тут он целая фура опа повалься цены на второй этаж тише-тише аккуратно с этой так тут джойстик ручник а все она нагрелась не 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 сейчас создавая переставлю вы немножко посидите тогда чё парни все вы готовы ехать брить какая-то не ровка ведь хопс и тонированный типа это я не от нее это было а то скажешь что это я не успел здесь машину же сломал так все ладно пацаны смотрите как папа щас сделает я учусь 1 я не всякого-то цеплю я не виноват еще пол и чё пау пообщаться чё вытирать у тебя такого большого стекла и как можно есть когда перед глазами столько всего висит я его опустил просто не до конца так вторая пацаны пошла вот здесь заезжаем вот здесь да сюда направо не знаю ты вырубишь здесь не вырубишь здесь волга и стоит смотрите как ставят машины и вот мы теперь очкуем вырулю я или не вырулю жесткая херня а я вообще по ширине пройду пройдешь да 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 а потом куда ты хочешь налево ну туда туда нет здесь нормальный запас нет однако славка тебе надо чуть-чуть до конца туда ехать и там как бы развернуться дедушка дедушка а ты что сам не можешь доехать да дедушка сегодня не может ну по крайней мере пока не знаешь как сейчас сделаю я сюда жопы знам да не не приезжай куда до конца да вот сюда между гусиком и киа в это бандуро вот это я давно так не делал это вот я в том выпуске показывал отец будет переобувать колеса вот эти короче старые кстати может быть кому надо напишите мне в директ я вас состыкую может быть кому нужны диски купите о цене там сами договаривайтесь выехали мы с мальчишками едем ехать 10 минут и потом я короче знаете что думал чисто для общего развития как говорится самому заменить все фильтра потому что процедура несложная но почему то вот ближайших сервисах за это лупят прям цену какую-то нереальную вот я думал сам поменяю все фильтра и заеду на с-тошку поменяю только масло и масляный фильтр ну чтоб с маслом не возиться в итоге там где у нас гараж позвонил рядышком прям сервис спросил что по цене будет мне сказали 1100 за все а там такой мастер ну хороший я к нему обращался когда была вольво мне там он пружины стягивал вот и в принципе знаю что к нему ребята заезжают что там чинят 1100 за масло за все фильтра это конечно можно сказать бесплатно на эту машину поэтому я сейчас забираю запчасти поеду и все туда сделают иоху и чуть позже расскажу вам что вместе вышло по цене поэтому не переключайтесь мне конечно очень нравится ездить осенью по трассам потому что они такие разноцветные они такие красивые получаются вообще вот мощный контраст от лета а мы вот сейчас с вами заезжаем в Щапово я как раз хотел вам и показать этот поселочек здесь можно классно провести время с друзьями с родными вот по левую руку сейчас здесь будет пруд где установлены зоны отдыха зоны отдыха есть мангальчик беседочки вроде как это бесплатно если повернуть налево и проехать чуть дальше там Александровские пруды тоже классное место там вообще купаются рыбачат мы там много раз тоже отдыхали вот видите очень красиво оккультурено все в зелени красота вот такая есть детская площадка при церкви тоже можно как бы заехать погулять а мы заезжаем вот сюда вот на площадь сейчас где-то здесь встретимся так ну что во первых смотрите вот сумма десятку я перевел и теперь по запчастям фильтр такой же ставил как и в последний раз того масляный фильтр тоже такой же и два воздушных фильтра и масло масло в этот раз мне сказали посоветовали залить мочуль я просто думал что вдруг оно не подойдет на самом деле все написано что все норм с дизельными двигателями сочетается в том сервисе где машина проходила всю жизнь мне сказали что мотюль или тот чувак который до тачки владел и оно очень хорошее вот поэтому я заказал его в эту машину нужной 9 литров масла просто охренеть 9 литров все погнали на то так ну смотрите вот я специально доехал до озера хочу вам показать как здесь видите даже сейчас в такую прохладную достаточно погоду здесь отдыхают люди вон видите на лужайке точнее это рыбаки даже заводят лодки ну как достаточно большой такой пруд он очень длинный да здесь на самом деле классно отдыхать выходные когда тепло здесь вообще просто если вы приезжаете поздно встать будет негде здесь вот такой вот спуск сейчас мы сюда заедем вот отлично прям вот так вот и здесь вот так вот можно встать и очень круто провести время ну и самое главное конечно это недалеко от города нас что тут какую-то такую грандиозную стройку затеяли все перекопано уже он металлические каркасы даже стоят вроде как я слышал что будет торговый центр но напишите в комментариях пожалуйста точно я знаю что меня смотрят ребята из кузнечиков я как бы давно не в курсе всех новостей напишите что здесь будет интересно конечно а вообще что касается кузнечиков я сюда переехал жить это был 2012 год сейчас на дворе 2021 и только сейчас здесь можно жить комфортно то есть сделали дороги южный обход есть строят другого центра есть уже рынке то есть такая инфраструктура получилась развита а до этого я думаю те кто вдруг смотрят и меня точно поддержит что была такая задница чтобы выехать из района мы тратили час полтора ту и два есть например там снегом все завалило было такая жесть конечно жить было вообще невозможно автобусов не было маршруток не было сейчас конечно все так четенько сделали что вот например где мы жили да там надо лежали вышел из подъезда и хлопцы все у тебя сразу же маршрутка которая идет без светофоров до москвы это же здорово здорово так смотрите это мое подкапотное пространство и вот по сути то тут крышку вот это снимается а вот откручивается снимается вот эта штука вытаскиваются вот эти штуковины это воздушные фильтра вот он масляный фильтр и вот он топливный фильтр и по сути все то есть можете сделать самому но я все-таки решил сервис еще это показывал на днях что у меня на табло нарисовалась табличка молча проверка давления вот собственно сейчас качаю надо выровнять так ну что вот мы с вами подъезжаем сюда гаражу и вот здесь вот есть оранжевые ворота боксик где нормально нормальненько все делают все сейчас загоним главное главное все проконтролировать чтобы действительно все делали хорошо и ничего не поломали в этот раз маслом не сливали через поддон а не как в прошлый раз из щупа а это левый воздушный фильтр который сняли посмотрите на его состояние жесть мастер вообще сказал такое ощущение что машина прошла не десять тысяч километров а все 25 я просто тоже конечно офигел так ну что я могу сказать по поводу вот например минусов данного сервиса то что они не печатают заказ снаряда хотя у них есть этот принтера ну ладно окей сейчас придется все от руки самому написать на листочке и так же по поводу того что у них я как понял нет компа и они не скинули мне межсервисный интервал поэтому мне сейчас это придется сделать самостоятельно вместе с вами это тоже заранее в телефоне почитал как это нужно делать пока мне то масло меняли вот принципе ничего сложного типа закрываемся двери повернуть ключ что сюда вот нажать на букву r вот и и всем по сути так значит закрыли двери повернуть ключ выбрать на дисплее показания пробега общего суточного нажать раза быстро на кнопку r вот 12 3 комбинация приборов так диаметрический тест выключились 15 минут не надо вин ух ты прикольно как сервис меню вот так раздел configuration мне нужен вот configuration дальше чик сервис конферимити да чё-то написал походу все заводе машину и он мне должен больше не писать то а ну все то не пишет сейчас сбрасываю вот это единственное во все ес мы сделали с вами то и теперь ребятки по цене десять тысяч я потратил на запчасти и тысячу сто я перевел этому чуваку в автосервисе я вот вам сейчас покажу да то есть вот 1100 и того 11 100 ребятки это самая дешевая то она мэрси который я делаю не так много их делал но вот 1100 на минуточку мне здесь подольске в сервисе мб вместе запчастями предлагали 20 тысячу вот так вот нехило я сэкономил у нас сегодня смотрите какой ужин стиле улан-удэ в стиле бурятии бурятские бузы подъехали красота кто в курсе что это такое пишите в комментариях как вам вкус как вам бурятская кухня Субтитры сделал DimaTorzok и